всем привет вещают могилевские хроники я достаточно много рассказывал на своем канале об архитектуре истории городах за всем упомянутым зачастую стоят люди вершившие эту самую историю который изучают школе университетах так стало что в основном мы знаем лишь от тех кто возглавлял исторические процессы принимал важное решение и добивался поставленных целей созидал все то что мы сейчас имеем а поэтому мы должны изучать хранить и помнить славных земляков своей малой родины поэтому мною было принято решение о создании цикла видеоматериалов под названием люди в истории городов первый выпуск будет посвящен ученым чей труд и достижение мы можем по праву оценить сегодня прежде чем начать хочу выразить свой посыл вам об отношении к истории ее изложению подачи массы путем создания материалов на моем канале процитирую римского государственного и политического деятеля марка тулия цицерона первая задача истории воздержаться от лжи 2 не утаивать правды 3 не давать никакого повода заподозрить себя пристрастий или предвзятой враждебности первый наш сегодняшний герой это вячеслав павлович арефьев родился 29 августа 1926 года в городе могилёве 1949 году закончил эти имени ленина ныне это санкт-петербургский государственный электротехнический университет по специальности прибора гироскопической стабилизации гироскоп это устройство способное реагировать на изменение углов ориентации тела на котором она установлена относительно инерциальной системы отсчета с 1949 по 1966 годы работал в ней 49 в разных должностях инженером старшим инженером ведущим инженером с 1966 под 1967 годы работал главным инженером электроприбор 67 по 2008 годы работал директором и главным конструктором научно-исследовательском институте командных приборов вячеслав павлович является автором научных работ по разработке и создания гиросистем методикам их испытаний принципам действия работал совместно с королевым он первым в советском союзе разработал трехосный инерциальный гиростабилизатор реактивного комплекса на первом в мире пилотируем космическом корабле восход были установлены и успешно отработаны приборы созданная под руководством арефьева также под его руководством созданы первое в мире акселерометры с бесконтактным подвесом чувствительного элемента потока газа гироинтеграторы датчики угловой скорости двухстепенные гироблоки также он занимался разработкой комплексов командных приборов с астрокоррекции методами полной астрокоррекции положения несущей платформы космического аппарата и другие арефьев лауреат ленинской и государственной премии советского союза похоронен в 2014 году на северном кладбище санкт-петербурга до последнего времени из-за секретности научных исследований имя арефьева было мало известно но сегодня пришло время отдать должное выдающемуся конструктору и организатору науки уроженцу белорусской земли второй наш герой исаак соломонович жоров родился в семье ремесленников могилёве 1898 году 1915 году поступил фельдшерское училище где работал сельским врачом на оккупированным немцами могилёвской области феврале 1918 года вступил ряды красной армии и участвовал в гражданской войне после окончания войны жоров был откомандирован на учебу в москву на медицинский факультет московского университета был учеником бурденко и герцена после окончания учебы работал главным хирургом московских больницах на басманной и трехгорной стал основоположником школы хирургии и анестезиологии через пять дней после объявления войны жоров добровольно идет на фронт в начале великой отечественной войны жоров служил главным хирургом 31 армии а затем был назначен главным хирургом легендарной 33 армии 1941 году вместе с частями 33 армии попал в окружение был контужен в оккупации организовал работу госпиталя для местных жителей и пленных с 1942 года руководил подпольной группы по переброске раненых солдат партизанам под видом умерших и больных 11 марта 1943 года район был освобожден частями советской армии и тогда он был назначен главным хирургом 1 белорусского фронта под командованием маршала рокоссовского жоров руководил медицинским обеспечением крупнейших поступательных операций красной армии на орловско-курской дуге вислоодерской и берлинских операциях личном архиве жорова хранится письма командующего первым белорусским фронтом маршала советского союза рокоссовского маршала артиллерии казакова генерал-полковника танковых войск орла и других военачальников содержащие слова признания его ратным заслугам и лично выполненным операциям которые спасли жизнь тысячам солдат и офицеров после войны жоров вернулся в научной преподавательской деятельности под его руководством защищено и написано 19 докторских и 55 кандидатских диссертаций жоров был избран почетным членом королевского хирургического колледжа великобритании общество анестезиологов ирландии и великобритании медицинского общества чехословакии и реаниматологов германии и многих других стран им опубликовано 160 печатных трудов 7 монографии жоров четырежды удоставился медали в днх ссср за свои разработки в области медицинской техники и медикаментов для анестезии и реанимации клиника руководимая исаком жором становится ведущие в анестезиологии 1953 году жоров публично выступил с трибуны первого медицинского института защиту обвиняемых по делу врачей назвав их гордостью советской медицины после чего он был арестован лично за него ходатайствовали георгий жуков и константин рокоссовский его выпустили после смерти сталина и окончания дела врачей исак соломонович жоров умер 17 апреля 1976 года москве и был похоронен на новодевичьем кладбище третий герой нашего сегодняшнего выпуска михаил семёнович уторга родился 18 сентября 1809 года в могилёве происходил из небогатой дворянской семьи 1813 году семья приехала петербург месту службы отца 1827 году окончил третью петербургскую гимназию и поступил на словесное отделение историко-филологического факультета санкт-петербургского университета однако уже в 1928 году как и его брат степан был выбран для обучения в профессорском институте придерпском университете где занимался до июля 1928 года затем он был отправлен за границу занимался в париже гейдельберге мюнхене большую часть своего заграничного двугодичного пребывания он провел в берлине где примкнул не буровской школе изучавший античный мир с помощью строгого критического изучения первоисточников впоследствии он еще трижды совершал заграничные поездки с научно-исследовательской целью по возвращению за границы он получил должность адъюнкта петербургском университете которым он преподавал до 1869 года когда перешел в императорский московский университет в санкт-петербурге он защитил докторскую диссертацию коленные сословия оттические и получил звание экстраординарного профессора по кафедре всеобщей истории с 1844 года ординарный профессор а с 1864 почетный член санкт-петербургского университета кроме того он с 1840 года заведовал музеем изящных искусств и древности при петербургском университете а с 1842 года был библиотекарем при императорской публичной библиотеки также читал всеобщую историю в римской католической духовной академии в которой он состоял членом правления с августа 1857 года он состоял ординарным профессором в главном педагогическом институте ординарный профессор кафедры всеобщей истории историков филологического факультета московского университета а также заслуженный профессор московского университета первый труд кутерги посвященный истории афинской демократии история финской республики от убиения и парха до смерти мильтиада где кутерга основное внимание уделил политической борьбе аристократии и демократии в греции и в афинах книга получила высочайшую оценку чернышевского отдельную работу в 1853 году кутерга посвятил законодательству клесфена где опираясь на свидетельство аристотелевой политики сделал вывод о том что клесфен принял с граждан весь класс метеков состоящих из отделов метеков иностранцев и метеков рабов дальнейшие работы в 1850-е годы по преимуществу были связаны с его изысканиями в области хронологии так хронология персидских войн посвящена работа кутерги персидские войны критические исследования событий эпохи греческой истории новый всплеск интереса к политической истории греции 5 века до нашей эры и в частности к вопросам связанных с историей афинской демократии возник у кутерги 1860 годы надо думать что это было непосредственно связано с наступлением эпохи либеральных реформ в россии а также с развитием идей панславизма породивших особый интерес греко-славянскому миру видимо не случайно что появление программной статьи кутерги введение в истории древней греческой образованности где историк говорил об особой значимости для русских изучения истории древней греции совпало по временем с проведением в россии славянского съезда именно в 1860 70-е годы кутерга говорил о необходимости создания национальной самобытной науки об античности кутерга опирался главным образом на рассуждение аристотеля о политике как наилучшем виде государственного устройства и на диалоге платона политик где как считал кутерга платон также высказывался о политике как наилучшем виде государственного устройства концепции политики отразился и другой важный аспект мировоззрения кутерги а именно идея о противоборстве двух разных миров романа германского и греко-славянского где краеугольным камнем была мысль о противостоянии православия и католицизма для кутерги романа германский мир ассоциировался с насилием и угнетением стирании и последствия воплотившийся в папстве совсем другой ипостаси представал кутерги греко-славянский мир он наследник первых христианских общин построенных свою очередь наподобие древней афинской политии и воспринявших ее имя выйдя в отставку кутерга поселился в своем умении борки мстиславского уезда могилевской области где и умер в 1886 году следующий наш герой соломон яковлевич лурье родился 8 января 1891 года могилеве соломон старший сын офтальмолога его отец оказал большое влияние мать происходила из богатой могилевской купеческой семьи лурье рано высказывал способности к математике окончил про гимназию в паланге затем окончил золотой медалью гимназию могилеве окончу классическое отделение историко-филологического факультета петербургского университета его студенческая работа абиатийском союзе была удостоена большой золотой медали был оставлен при университете для подготовки к профессорскому званию 1918 году сдал магистрский экзамен вскоре после окончания университета принял лютеранство однако марте 1917 года вернулся к иудаизму утверждал то что он был атеистом 1918-19 годах стал приват доцентом петроградского университета 19-20 годах профессором самарского университета по кафедре истории греческой литературе 21 по 29 годы преподаватель лгу закрытием факультета общественных наук был вынужден заняться преподаванием математики с 1934 по 41 годы был профессором истфака лгу с октября 1941 по декабрь 1942 года работал профессором иркутского университета период борьбы с космополитизмом был уволен из лгу 1949 году переехал в одессу где стал работать в одесском институте иностранных языков затем переехал во львов где до конца жизни был профессором кафедры классической филологии львовского университета лурье был одним из крупнейших исследователей общественных отношений античности и древнегреческой науки особенно демокрита оставил богатое творческое наследие свыше 200 опубликованных научных работ в том числе более 20 отдельно изданных книг диапазон его интересов был весьма широким политическая история афин спарты биотии античная эпиграфика греческая лирика и драма лурье симпатизировал афинской демократии и с неприязнью относился к аллигархической спарте как лингвист еще в 1940 годы поддержал гипотезу о греческом языке надписи критского линейного письма б позднее выступил активным сторонником дешифровки данного письма предложенных майклом вентерсом и джоном чедвиком которому обратился одним из первых в советском союзе во многом благодаря его работе советские историки внесли значительный вклад в изучение древнейшего меккенского периода греции с 1924 по 28 годы опубликовал ряд статей по еврейской истории в журнале еврейская старина и сборники еврейская мысль увлекался историей возникновения почтовой марки кроме научных книг был также автором детской литературы сам он говорил так в свободный от научной работы время я пишу детские книги которые в доступном виде стараюсь изложить результаты моей научной работы его литературный талант был замечен самуилом маршаком в результате появилось письмо греческого мальчика небольшая книжка для младших школьников в санкт-петербургском филиале архива российской академии наук создан фонд лурье где также хранится его переписка умер в 1964 году во львове следующий наш герой леонид исакович мандельштам родился 4 мая 1879 году могилёве в семье врача коллежского асессора известного в одессе акушера исака григорьевича и пианистки мины львовны учился в новороссийском университете в одессе был исключен в 1899 году за участие в студенческих волнениях где его дядя александр гаврилович гурвич работал ассистентом у известного антрополога густава швальба детство и юность прошли в одессе до 12 лет учился дома а в 1891 году поступил в гимназию который окончил в 1897 году с серебряной медалью и поступил на физико-математический факультет новороссийского университета еще старших классах гимназии у леонида исаковича проявлялся большой интерес к точным наукам а именно к физике и математике 1898 году университете возникли студенческие волнения конторах мандельштам принимал столь активное участие что был арестован как один из зачинщиков и был исключен из университета том же году он уехал за границу и поступил страсбургский университет где принимал участие в работах по радиотехнике известного физика брауна в 1902 году мандельштам защитил докторскую диссертацию 1907 стал приват доцентом страсбургского университета с 1902 по 13 годы ассистент брауна 1914 году незадолго до начала первой мировой войны мандельштам вернулся в одессу и был приглашен в качестве приват доцента новороссийский университет с 1915 по 1917 годы состоял научным консультантом радиотелеграфического отделения фирмы сименс и гальская петрограде с 1917 года профессор физики тифлисского политехнического института с 18 по 22 годы принимает непосредственное участие в организации одесского политехнического института мандельштам был избран профессором физики вновь созданного одесского политехнического института с 1922 года он переехал в москву здесь прошли все последующие годы ученого принесшие его главное научное достижение с 1925 года он заведует кафедры теоретической физики московского университета и возглавляет теоретический кабинет НИИ при МГУ 1930 году номинант на Нобелевскую премию выдвигался за открытие комбинационного рассеивания света 1931 году получил государственную премию СССР имени Ленина с 1934 года после перевода академии наук мандельштам становится научным руководителем двух лабораторий оптической и колебаний организованного в москве физического института имени лебедева академии наук СССР очень быстро становится одним из выдающихся физиков москвы 1936 году получил премию имени менделеева 1940 награжден орденом трудового красного знамени основные работы мандельштама в области оптики радиофизики теории нелинейных колебаний а также квантовой теории истории и методологии физики в работе об оптически однородных и мутных средах он доказал ошибочность теории планка показав что рассеивание света проходит только оптически неоднородных средах 1911 году мандельштам выполнил важное исследование посвященное теории микроскопического изображения период с 1914 по 25 годы мандельштам занимался по преимуществу вопросами технической физики и перенесение в оптику представления о свойствах модулярных колебаний также мандельштам дал общую трактовку соотношения неопределенности в терминах энергия-время достаточно много внимания мандельштам в своих работах уделял рассеиванию света научное открытие ученого охватывали многие области науки и техники оптику радиофизику квантовую механику теорию нелинейных колебаний одним из выдающихся его достижений является результаты исследований электрических колебаний исследование леонида исаковича мандельштама в области радиографии и теории колебаний открыли в дальнейшем большие возможности развития радиотехники радиогеодезии акустики и аэродинамики научные заслуги мандельштама были высоко оценены научной общественностью в 1928 году когда он был избран член корреспондентом а в следующем году стал действующим членом академии наук мандельштам также был выдающимся организатором лектором и педагогом умер мандельштам 27 ноября 1944 года от болезни сердца похоронен на новодевичьем кладбище его честь назван один из кратеров на оборотной стороне луны постановление правительства также учреждены стипендии его имени для студентов и аспирантов московского университета и физического института имени лебедева все личности из нашего выпуска несмотря на их весомый вклад в развитие научной мысли являются мало известными поэтому чем больше лайков и просмотров наберет этот выпуск тем больше людей всех поколений узнают о славных уроженцев могилева до новых встреч